С Днём Ангела, дорогие друзья! Один из любимейших и известнейших старцев современности, преподобный Паисий Афонский, говорил, что мир сегодня страдает от трёх главных вещей – раковые болезни, психические расстройства и супружеская неверность. Мы сегодня расскажем вам о святых, которые помогают в последней третьей беде, являются покровителями честного брака. Речь идёт о святых мучениках Гурии, Самоне и Авиве. Они названы еврейскими именами. Гурий означает «молодой львёнок», Самон означает «сильный», а Авив – название ячменного колосочка, а вместе с тем первого месяца еврейского календаря. Гурии и Самон были друзьями, христианами. Они проповедовали Евангелие в III веке и были за Христа замучены. В городе Эдессе. Спустя несколько лет, несколько десятилетий, в этом же городе за Христа пострадал диакон Авив. Было объявлено гонение, искали христиан, он сам пришёл на суд для того, чтобы из-за него никого не терзали и не сажали в темнице. Для Авива разожгли костёр, на котором хотели его сжечь, перекрестившись, он вошёл в него и предал душу Богу. Тело его осталось нетленным. Авива похоронили в гробнице Гурии и Самона. Как они стали покровителями брака? В этом же городе служил некий Гот, который полюбил некую девушку по имени Ефимия и хотел взять её в жёны. У гробницы Гурия Самона и Авива он пообещал быть верным своей супруге и по окончании воинской службы забрал её к себе на родину, а там оказалось, что он женат. Его законная жена жестоко обращалась к Ефимии, которая стала её служанкой. Когда у Ефимии родился ребёнок, жестокая гачанка отравила его. Ефимия была в жутком отчаянии, не знала, как ей поступить и вспомнила, что муж её неверный, вероломный, поклялся перед гробницей святых мучеников, беречь её, любить и быть ей верным. Она призвала святых мучеников на помощь, и они её чудесным образом забрали оттуда, перенесли её и вернули домой. Спустя некоторое время Гот, обнаружив пропажу своей жены, забыл о ней, а потом опять по делам службы явился в город Эдессу. Там все горожане узнали о его вероломстве, о том, что он сделал со своей женой, супругой, и после этого, когда всё это вскрылось, Гота казнили. К святым же мученикам Гурию, Самону и Авиву христиане стали прибегать с молитвами, прошениями об укреплении их семейной жизни. Мы сегодня говорим об этом и желаем вам, дорогие именинники, чтобы семьи ваши не были ополовиненными, чтобы дети вырастали, зная и отца и мать, чтобы вы не терпели бед и жестоких скорбей от разводов, измен и прочих неприятностей, с этим связанных. А кроме Гурия, Самона и Авива, мы рады поздравить сегодня Паисия, ибо и он сегодня именинник. Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова